С неожиданной проверкой нагрянул глава администрации города Александр Кузьмичев в детский сад комбинированного типа номер 145. В этом году здесь откроются две новые дошкольные группы общеразвивающей направленности. Капремонт его здесь не было больше 20 лет в самом разгаре. Подрядчик обещает, что отделочные работы будут закончены к первому сентября. Мы старались, поддерживали, каждый год мы своими силами, все равно подкрашивали стены, и как-то старались и развивающую среду преобразить, и уголки. Но ремонт был ожидаемый, мы его, конечно, ждали. Ждали и утепления стен, и чисто косметического преобразования. В общем-то, мы довольны. В этом детском саду четыре специализированные группы в тезиатрического профиля. Сюда детей с диагнозом ВИРАЖ направляют врачи туберкулезного диспансера. Дети под присмотром персонала проходят завершающий этап реабилитации. Примерно год-полтора после этого их отправляют в обычные детские сады. Это инфицированные дети микробактериями туберкулеза. Это не открытые формы туберкулеза, это еще инфицирование. Для того, чтобы не произошло дальше, скажем, туберкулеза, необходимо детей пролечить. Здесь у нас находится медицинский персонал. Нас курируют в тезиатре областного туб диспансера. Поэтому дети находятся под контролем медиков. Заведующее дошкольное учреждение проводит беседы с родителями детей из новых групп. Объясняет, что заболевание не заразно и никакой опасности малыши не представляют. Александр Кузьмичев остался доволен ходом работы и отметил две дополнительные графы для финансирования. Здесь мы комплексно подходим. Вот к этому детскому садику будет сделана новая дорога, подъездные пути. И приведена благоустроенная территория, полегающая к детскому садику. В этом году 20 тысяч детей в городе будут посещать детские дошкольные учреждения. Буквально 6 лет назад в садики ходили только 14 тысяч малышей. Городские власти обещают ликвидировать очереди в сады до 2016 года.